Здравия всем дорогие друзья! Сегодня в данном ролике поговорим об одинизме, идеологии, обычаях и практике. Одинизм является современным возрождением древней религии. Широко практикуется различными группами людей по всей Северной Европе, в первую очередь норвежцами. Одинизм известен под многими названиями. Для большинства он известен под названием осатру. Исследование проводилось на базе зарубежных осатру, сообществ и не отражает отечественные особенности осатру. Исследования Одинисты говорят, что их религия никогда не предавалась забвению, и те верования и практики, которые практикуются сегодня, практиковали и древние скандинавы-германцы. В одинизме нет единых правил ритуалов. Некоторые направления ориентированы на традиционные практики, которые описаны в древних хрониках, сагах, летописях. Сторонники традиционного направления называют себя просто язычниками, чтобы отличить себя от современных неоязычников, чьи ритуалы приходят из современных источников. Сторонники другой концепции пытаются романтизировать систему убеждений викингов и принимают больше оккультных или мистических подходов. В любом случае, все современные направления одинизма основаны на существующих записях о скандинавской мифологии, восходящей к XI веку. Из-за связи с древней германской идентичностью некоторые одинисты сегодня имеют ссылки на неонацизм. Хотя не все являются сторонниками неонацизма, следует отметить, что современные неоязыческие неонацистские организации никогда не относят свои культы к религии осадру. История. 1. Ранние германские язычники. Все религии древних времен, домно-этеизма, в частности, иудеи-христианской веры, были язычниками. Древние греки, римляне, египтяне, вавилоняне и так далее, все практиковали язычество или многобожие. Среди этих древних цивилизаций мы можем также отметить тефтонов, которые проповедовали язычество, которое сегодня мы называем германо-скандинавской мифологией. 2. Германцы или германские народы состоят из нескольких различных племен на севере Европы. Обладая общим происхождением, они имеют множество различных культурных корней, а объединяет всех общий германский язык. Важные германские племена древних времен – Остготы, Вестготы, Лангобарды, Франки, Бургунды и Ванделы. Все из этих племен первоначально были язычниками и почитали одних и тех же богов и богинь. К потомкам этих племен относятся современные народы – немцы, голландцы, фламандцы, датчане, шведы, норвежцы, исландцы, и англосаксонцы в Англии, и низменности Шотландии. В то время как пантеон германо-скандинавской мифологии часто ассоциируется с викингами или скандинавскими народами, на самом деле изначально данная религия зародилась среди германских народов. Боги у различных племен могут быть под разными именами, но их природа очень похожа. Например, южно-германский, принятый из древнеримской мифологии Меркурий, северно-германский Вадан или норвежский Один. Все происходят от общего, поэтической бога-война Одина. В то время как период викингов длился около 500 лет, германская мифология, которая включает в себя одинизм, насчитывает историю около 8000 лет. По крайней мере, так сообщают некоторые источники, датировка, скорее всего, ошибочная, но точно известно, что германская мифология намного старше эпохи викингов. Большинство из того, что известно о германской религии, дошло до нас от описания римских писателей, таких как Юлий Цезарь и Тацит. Описание ранних христианских миссионеров и археологических свидетельств, включающих предметы культа, амулеты, инвентарь и географические названия. Германское язычество является одной из старейших дохристианских религий, которые все еще практикуются сегодня. Успех христианства в средневековый период в значительной степени вытеснил язычество из Европы. В Англии язычество исчезло в VII веке, а Скандинавии – в X веке. Последние язычники Европы, Литва, официально обращена в 1386 году. Поклонение языческим богам и богиням оставалось только в тайных обществах. Из всего разнообразия направлений германо-скандинавского язычества, норвежское лучше всего пережило период забвения, из-за того, что было лучше других задокументировано – младше и старше Эдда. А также саги, написанные в Исландии в течение 1150-1400 годов. Из-за сохранения этих документов в XIX веке проявился общественный и научный интерес к истории и культуре викингов. Это движение получило название «Возрождение викингов». Гвиде фон Лист особенно интересовался рунами. В 1862 году фон Лист посетил склеп собора святого Стефана, который был бывший языческим храмом. И поклялся построить храм в честь ватана, германского Одина. Это было возрождение Осатру. Фон Лист совершил вклады в другие организованные языческие и оккультные группы того времени, такие как Германские сообщества верующих и общество Туле, которое изучало немецкую древность. Во времена нацистской Германии многие члены нацистской партии были частью этих движений. Адольф Гитлер поддерживал языческие организации. После войны большинство неоязыческих обществ подвергались гонениям. И на этом завершилось первое возрождение Осатру. Второе возрождение началось собственно с родины викингов Саг и Эд Исландии. В 1972 году фермер и поэт по имени Свейн Бьорн Бейн Тейнсен создал организацию под названием Братство Веры Асов. Эта организация сыграла важную роль в популяризации язычества и добилась признания Осатру или Аденизма исландским правительством в 1973 году, что позволило церкви, в которой Годи или священник, был Свейн Бьорн, проводить церемонии, имеющие юридическую силу, такие как свадьбы и собирать церковный налог. В течение большего времени жизни братства, количество членов не превышает 100 человек. В то же время в Канаде начали издавать информационный бюллетень The Odinist. В Соединенных Штатах популярный одинист, писатель Стефан Макнаден, бывший офицер армии США, начал издавать информационный бюллетень под названием Runiston. Он также создал организацию под названием Свободная Ассамблея Осатру, позднее переименованная в Народную Ассамблею Осатру. В 1990-х годах одинизм появился в Соединенном Королевстве. В 1990-х и 2000-х годах появились различные скандинавские объединения. С 1973 года правительства Исландии, Дании и Норвегии официально признали одинизм Осатру. Сегодня одинизм практикуется в основном в Скандинавии, Германии, Великобритании, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Небольшие общины также во многих других странах, в том числе Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Португалии, Польши и России. Активные группы находятся также в Аргентине, Бразилии, Мексике и Чили. Традиционалисты против универсалистов. Важно провести различия между сторонниками традиционной идеологии одинизма и универсальной. Прежде чем углубляться в его природу, одинисты-универсалисты относятся к новой эпохе, возрождение которой длится последние 40 лет. Они пытаются развить некоторую форму духовности и пытаются найти ее в скандинавской мифологии. Хотя они могут не являться коренными скандинавами, им нравятся идеи рун и воинов, жить с природой и так далее. Эти одинисты могут даже вставлять другие формы язычества и индейские духовные практики в современные обряды Осатру. Хорошим примером такого рода одинизма является издание наборов рун от компании Барнес Нобелл, которые используются для гадания. Они похожи на карты Таро, хотя древние скандинавы не использовали подобных вещей. С точки зрения традиционного одинизма, универсалисты являются шутами, ну или в крайнем случае реконструкторами, но никак не приверженцами древних традиций и религиозных обрядов. Традиционалисты более серьезно относятся к своей вере и рассматривают ее как возрождение, их связь с предками. Из-за этого, по их мнению, любой приверженец Осатру должен быть потомком древнескандинавского рода, хотя иногда это используется сторонниками так называемой белой расы, чтобы возвысить себя над другими культами. В большинстве организации Осатру выступают за осуждение дискриминации других расоконфессий. Последователь Осатру просто считает, что каждый соответствующий род имеет свою собственную языческую веру на практике. Традиционалисты считают нелогичным, когда индейец или азиат является последователем Осатру. Представители истинных американских индейцев склонны согласиться с этими идеалами. Редактор газеты «Махавк» Док Джордж сказал в выпуске журнала «Нефэйдж» «Кража духа» август 1995 года. Если вы посмотрите достаточно далеко, вы увидите кельтов-англичан, саксов и ютов. Все они имеют сходные ритуалы поклонения на основе циклов Луны и вегетационных сезонов Земли. Это то, что должно быть возрождено. Может быть, мы можем использовать это в качестве своего рода духовного дзюдо. Когда люди приходят к вам с отчаянием, нужно объяснять, что помощь возможна только в пределах своей собственной культуры. Никакая другая религия и культура не поможет вам так, как традиции ваших предков. Возможно, наиболее спорным вопросом традиционного одинизма является то, что он по своей природе расистский. В то время, как некоторые одинисты не скрывают своих российских убеждений, большинство, кто присоединяются к Асатру, отчаянно пытаются дистанционироваться от привязанности к неонацистам, белой расы или других расово-сознательных организаций. Один вебмастер популярного сайта «Универсального» Асатру дал такой ответ на обвинение его сайта в пропаганде нацизма. Это печальная судьба Асатру, когда нашу веру украли и используют ее почву для взращивания нечеловеческих личинок, которые прорастают в их больных головах. Это попытка Равен Киндред Асатру Тоддой вылезти на нашей вере. Я сам лично и все официальные общества Асатру являемся последователями классического скандинавского язычества. Асатру – это религия, она открыта для всех, кто желает присоединиться к нему. Лица, которые ограничивают свое членство на основе расы, полусексуальной ориентации или других подобных критериев, не только умственно отсталые, но предатели богов. Если боги открылись кому-нибудь, это не наше дело осуждать их из-за их генетического происхождения. Кто делает так, тот идет против богов и таким образом совершает предательство против Асгарда. Некоторые одинисты нашли золотую середину между позициями Асатру и сторонниками белой расы. Хотя они не выступают против расизма, они считают, что единственный способ быть истинным последователем Асатру – это иметь в своих жилах кровь викингов. Любой человек, который не относится к потомкам викингов, должен исповедовать свою родную веру предков. Все, что мы знаем о богах викингов, происходит из текста в Сноре Сурлсона, 1179-1241 года, который записал мифы о богах. Тем не менее, он писал спустя 200 лет после того, как Исландия стала христианской, так что он мало говорит о реальной практике. Это вызывает множество проблем для последователей Асатру сегодня, пытающихся вернуться к своим древним северным традициям. Многие изучали древнюю религию, но остаются множество пробелов, и одинисты намеренно добавляют новые элементы, чтобы приспособиться к современности. В результате существует несколько вариантов в современных Асатру обрядах. Тем не менее, это, если угодно, делает современный одинизм больше похожим на религию, какая была в эпоху викингов, так как викинги имели очень аналогичный подход к их вере между различными кланами. Боги. Как было сказано ранее, большинство обрядов и традиций известны из произведений Сноре Сурлсона. В отношении к вере эти особенности приходят и старшей Эдды, и младшей Эдды. Важно еще раз отметить, что первоначально викинги не имели доступа к этим книгам, потому их взгляды духовного мира, имена богов и космология могли отличаться от представления Сноре. В первую очередь, Асатру является политоистической религией, одинисты верят в три основные группы божеств, как описано в литературе про викингов. Асы – боги племени или клана, представляющие царскую власть, порядок, ремесла и т.д., в том числе Один и Тор. Ваны – божества, плодородие, земли и силы природы, то есть Фрея и Фрейр. Йотуны – гиганты, которые находятся в состоянии постоянной войны с Асами, представляющей хаос и разрушение. Четыре главных божества, которых славит современный одинист и включает в себя. Один – германский ватан, бог магии, поэзии, богатства и смерти, правитель Волгалы, в честь него назван день недели среда. Тор – бог неба, который владеет молотом, контролирует погоду, защищает законы людей, в честь него назван день недели четверг. Фрейр – бог плодородия, изображался в виде фаллической статуи, по легендам основатель шведской королевской династии. Фрейр – богиня плодородия, любви и красоты, сестра Фрейра. В некоторых обществах вместо Фреи поклоняются жене Одина Фрик. В честь нее назван день недели пятница. Существуют также другие божества, но они являются второстепенными. Нью-Йорк – отец Фрейра и Фреи, бог корабелов, морей и озер. Тир – германский Тил, бог битвы, жертвы и справедливости. В честь него назван день недели вторник. Уль – бог смерти, зимы и охоты. Локи – обманщик. В то время как викинги уважали своих богов, они не почитают их так же, как христиане. Они уважали их и считали их более сильными, чем простые люди, но все-таки видели в них равных и не ждали, чтобы боги сражались за их душу после смерти. Их боги были невсемогущими и всеведущими. Боги не всегда были образцом для подражания и могли совершать дурные поступки, как и люди. Они ели, боролись, играли, шутили и даже умирали. Загробная жизнь. В оригинальной германской мифологии нет единой концепции загробной жизни. Некоторые считали, что павшие воины попадут в Алгалу, чтобы жить долго и счастливо с Одином до Рагнарока. Но мне кажется, вряд ли эта вера была широко распространена. Другие полагали, что не было никакой загробной жизни. По данным Речи Высокого, любое несчастье было лучше, чем смерть, пусть даже и почетное. Чаще всего люди верили, что жизнь какое-то время после смерти продолжается, пока душа окончательно не покинет тело. Если люди были при жизни злыми, они могут преследовать живых после смерти. Они могли переживать ужас смерти несколько раз, прежде чем завершить земной путь. Некоторые записи описывают, что покойнику могла составить компанию его жена или рабы, которых хоронили в одной могиле. В целом, вера в загробную жизнь, кажется, была довольно мрачной. Умерший отправлялся в поход медленно, поэтапно, в темноте, в туманный мир, называемый Нифельхейм в царство богини Хель. Современные представления о загробной жизни также различаются. На веб-странице общества Народная ассамблея Асатру мы считаем, что есть жизнь после смерти, и что те, кто прожил добродетельную жизнь, будут жить после земной смерти. Те, кто вели порочную жизнь, будет отделен от родственников, обречен на существование в безумии и темноте. Точная природа загробной жизни, то, как это будет выглядеть и как будет чувствовать себя умершей, находится за пределами нашего понимания и рассматривается символически в мифах. Существует также традиция в Асатру о возрождении по семейной линии. Возможно, человек способен выбрать, будет ли он или она вновь возрождаться в этом мире. В некотором смысле, конечно, мы все живем в наших потомках, совершенно независимо от загробной жизни, как таковой. Чтобы быть честным, мы Асатру не слишком занимаемся загробным миром. Мы живем здесь и сейчас в этой жизни. В описании нет никакой реальной информации о том, что происходит в загробной жизни. Это на самом деле довольно похоже на веру викингов. В литературе записана история Вальгала и Рагнарёк. Большинство викингов, вероятно, не верило в эту концепцию. Создание мира. Эдическое стихотворение, пророчество Вельвы, раскрывает тайны космологии Асатру. Согласно поэме, между Моспельхеймом, миром огня, и Нифпельхеймом, миром льда, было пустое пространство, называется Генунгаб. Огонь и лёд двигались навстречу друг другу, и когда они столкнулись, Вселенная появилась на свет. Космология Асатру описывает девять миров, каждый из которых представляет состояние бытия, а не физические места, которые сгруппированы вокруг мирового древа Игдрасиль. В порядке создания первыми были гиганты, потом боги и, наконец, человечество. В то время, как некоторые одинисты верят в это, многие выражают больше доверия к вопросам науки, объясняющим природу создания мира. Это происходит из присущего отношения одинизма как отказ от христианства. От этого отказа больше доверия уделяется эволюции и атеизму в отношении создания, в то время, как космология викингов описана в пророчестве, маловероятно, что многие викинги знали об этом стихотворении или думали об этих проблемах. Заповеди Асатру. Несмотря на различные подходы в одинизме, существует девять заповедей. Они называются «Девять добродетелей». Я приведу два варианта, взятые с веб-страницы «Один и Крайт» и «Народная ассамблея Асатру», соответственно. Девять добродетелей со страницы «Один и Крайт». Первое – мужество, второе – истина, третье – честь, четвертое – верность, пятая – дисциплина, шестое – гостеприимство, седьмое – самообеспечение, восьмое – трудолюбие, девятое – настойчивость. По данным Народной ассамблеи Асатру, первая – сила, тут имеется в виду физическая, лучше, чем слабость, второе – мужество, лучше, чем трусость, третье – радость, лучше, чем вина, четвертое – честь, лучше, чем бесчестие, пятая – свобода, лучше, чем рабство, шестое – родство, лучше, чем отчуждение, седьмое – реализм, лучше, чем догматизм, восьмое – сила, тут имеется в виду духовная, лучше, чем безжизненность, девятое – род, важнее, чем универсальная. Как я понял, тут имеется в виду универсальное общество. Народная ассамблея Асатру также включал список добродетелей, называемых «12 черт», которые должны немедленно выучить новые, посвященные. «12 черт» – трудолюбие, продуктивно работать в жизни, избегайте лени, стремитесь достичь лучших результатов. «Справедливость» – равенство и справедливость должна быть вашей визитной карточкой. «Чертой» – относитесь к другим в соответствии с тем, что они заслуживают, и дайте каждому человеку возможность показать его лучше. «Смелость» – страх является естественным, но он может быть преодолен. Приучите себя делать то, что вы боитесь, как физически, так и морально. «Щедрость» – раскрытая ладонь и открытое сердце принесет счастье вам и другим, скупой никогда не будет счастлив. «Гостеприимство» – в древние времена путешественников встречали с едой, питьем и теплым местом у костра. Смотрите, чтобы ваши гости никогда не нуждались ни в чем. «Умеренность» – наслаждайтесь хорошими вещами, но не злоупотребляйте. Никто не восхищается обжорой или лицом, который не может контролировать свои аппетиты. «Родство» – сотрудничайте с родственниками и друзьями, помните о своих семейных обязанностях и вашей ответственности за других. «Индивидуальность» – хотя мы принадлежим семье и общине, мы все же являемся личностями и имеем определенные права. Уважайте индивидуальность других людей и настаивайте на том же, но к себе. «Правда» – будьте честны во всех ваших отношениях, избегайте обмана и не обманывайте. «Стойкость» – проявляйте упорство, терпите все невзгоды и не унывайте. «Лояльность» – будьте тверды в вашей приверженности к другим и к себе, истинно в сердце. «Мудрость» – учитесь у вашего опыта, растите в понимании мира и человеческого сердца. Существует также еще один этический ориентир. Называется «Девять зарядов». Странно только, что я нашел всего восемь правил, которые использует Один и Крайт. Итак, девять зарядов Один и Крайт. Первое. Для поддержания искренности и верности в любви и преданности к испытанному другу, если он ударит меня, я не сделаю ему никакого зла. Второе. Никогда не нарушайте своего обещания, ибо велика и мрачна-то награда, которую даруют за нарушение слова. Третье. Чтобы победить слабого, будь скромен. Четвертое. Уважай людей, которым прошел преклонный возраст. Пятое. Никогда не будь страдальцем и мучеником. Не оставайся в стороне и борись против врагов веры, народа и семьи. Моих врагов я бить на поле. Не буду оставаться в доме и ждать, пока меня сожгут. Шестое. Помогай одиноким, но не надейся на обещания, данные незнакомцам. Седьмое. Если я слышу слово пьяного человека, я не послушаю его советы. Восьмое. Одарить добрым вниманием умерших. Конечно, первоначально викинги не имели ничего подобного. Эта идея исходит от других религий, таких как благородный восьмеричный путь буддизма или десяти заповедей христианства, установленные правила в религию внедряют, как правило, чтобы сделать ее более официальной, в то время как викинги, возможно, придерживались некоторым из этих добродетелей. Они учили их косвенно, через различные сказки и примеры. Священники и жрицы. Есть несколько примеров священников в древнегерманской культуре. Древнегерманская практика позволила вождям или старейшинам в поселении действовать в качестве годи священник, проводить праздники и совершать ритуалы. Считается, что женщины имели большую духовную силу и могли приводить ритуалы или предсказывать. Семейные обряды проводил глава клана. Собственно, любой мог совершить ритуалы и выступить в качестве годи, если он один или народ предоставил ему такое полномочие. Сегодня идея священников и жриц не до конца принята в Асатру, хотя есть и те, кто проводит церемонии свадьбы и ведет людей, как правило, им не дают названия. Тем более священник, из-за неприязни к христианской религии. Свейн Бёрн Бентинсон, который стоял у истоков Второго Возрождения, вероятно, ближе всего к религиозному лидеру Асатру. Он называл себя Годи в честь религиозных лидеров в германских племенах. Обряды. Блод. В эпоху викингов основной метод поклонения богам и богиням был через жертвоприношение животных. Одину могли совершаться даже человеческие жертвоприношения. После нескольких плохих лет, сопряженных с голодом, по легенде, свеи принесли в жертву своего канунга. Блод – жертвоприношение проводился три раза в году. Первым был весной Сумармал и поклонялись германской богине Иостре – Истри. Это был самым важным праздником жертвоприношения. Люди просили у богов хорошего урожая. Также это было время празднования любви и плодовитости. В христианскую эпоху Сумармал увязали с Пасхой. Второй блод был в конце лета. Жертвоприношение в конце лета было благодарностью богам за их помощь, за хороший урожай, и народ почитал своих предков. Этот фестиваль, как правило, проводился в середине октября. Сегодня, к этой дате, приурочен Хэллоуин. Третий блод проходит в самое темное время года. Старый год подходит к концу, и люди предлагают своим богам хорошую еду и напитки, чтобы угодить им в надежде на хороший будущий год. И этот праздник длится 12 дней, и назван «12 ночей Йоля». Христиане в это время празднуют Рождество. Идея елки на самом деле происходит от этого языческого йоля. Викинги украшали деревья, чтобы привлечь духов предков, чтобы принять их предложение. Во время этих празднеств устраивался пир, который посвящали богам. Считалось, что люди обмениваются энергией с богами. Сегодня одинисты празднуют все три блота. Но по распространенной информации без жертвоприношений. Тем не менее, если жертвоприношения и имеют место быть, официальная религиозная община Асатру такой информации само собой не публикуют. Гранд Сумбал. Это норвежский обряд, в котором опьяняющий напиток, обычно медовуха или пиво, передается от стола к столу. Это один из обрядов, проводимых во время блота. Но он имеет особое значение. Каждый, кто пьет напиток, произносит короткую речь, тосты клятву. Клятвы, сделанные во время этого обряда, считаются обязательными для лиц, сделавших их. Альтинг. Народное собрание Альтинга также проводится современными одинистами. Народная ассамблея Асатру имеет свой Альтинг. Но это не оригинальный исландский Альтинг. Это не встреча парламента или встреча различных кланов, а скорее собрание единомышленников-одинистов, которые собираются вместе, чтобы есть, пить и участвовать в ритуалах. Другие практики. Культ медведя. Берсеркер Грандгер. Культ медведя. Еще один аспект одинизма. Первоначально этот термин использовали, чтобы описать состояние души, в котором находились викинги-берсерки. В одинизме потерялся воинственный аспект и в настоящее время рассматривается как одна из форм религиозного экстаза, связанного с Одином. Неизвестно, как викинги впадали в состояние берсеркера. Мистики связывают эту одержимость с духами. Другие считали, что безумие было вызвано мухоморами. В любом случае, современная ассатура употребляет грибы для вхождения в транс. Руны. Чтение рун также пришло в одинизм из культуры викингов и германцев. Тацет в Германии описывает, как древние германцы резали ветви с плодоносящих деревьев и писали на ветвях символы, называемые руны. Призывая богов, жрец, шаман, годи, священник бросает ветви. В случайном порядке на белую ткань сегодня руны используют в гадании. Традиционалисты утверждают, что руны связаны с магией, но только для пророчества. Члены братства Одина используют руны не для предсказаний. Они вызвать могут умершего человека, который и предсказывает им будущее, как сделал это Один в речах Высокого. Мед. Часто упоминается в скандинавских мифах. Пивоварение и питье меда стало частью осатру ритуалов. Более серьезные одинисты считают медовуху культурным наследием и преподносят ее богам во время религиозных ритуалов. Но большинство одинистов рассматривают мед в мифах, как символ жизненной силы, которая оживляет все. К сожалению, в рамках сообщества осатру есть также тенденция к алкоголизму. Одна веб-страница описывает блод, говорит, «Еда и напитки будут предложены, и большая часть из этого будет потребляться участниками». На веб-странице Один и Крайта есть раздел «Консультация об алкоголизме в обществе осатру». Как уже сообщалось, алкоголизм в нашем обществе является проблемой, которая не может быть проигнорирована. Дело в том, что теперь мы, по крайней мере, признаем, что такая проблема имеется, и ищем пути их решения. Это очень позитивный шаг. И хотя никто не говорит, мы проявляем пуританское поведение или убиваем веселье, мы должны понимать, что это не шутки. Стоит отметить, что в речах Высокого Один явно выступает против чрезмерного потребления алкоголя. «Меньше от пива пользы бывает, чем думают многие, чем больше ты пьешь, тем меньше покорен твой разум тебе». Есть другие стихи, которые касаются этого вопроса из советов Одина против чрезмерного потребления алкоголя. Можно сделать вывод, что алкоголизм является проблемой среди викингов. Места отправления религиозных обрядов. Традиционно религиозные обряды дохристианских культур состоялись на открытом воздухе или в специальном пиршественном зале. Позже, в эпоху викингов, все больше и больше места в Скандинавии начали принимать простые навесы или небольшие храмы для мест поклонения. Эти здания все еще можно найти по всей Скандинавии, и большинство из них были преобразованы в христианские церкви. Эти церкви могут быть идентифицированы по последним трем буквам «хов». В названии, как, например, торшев сегодня любая церковь с суффиксом «хов», скорее всего, бывшее место языческого поклонения. Исторические свидетельства викингов, многие из которых написаны христианами, говорят, что викинги поклонялись в помещении. Асатра считает это неверным, введенным уже после христианизации общества викингов. Адемисты считают, что ранее германские племена более точно изображают места отправления культа, и это включает в себя понятие «священное пространство», которое может быть создано в любом месте. Тацит писал о ранних германских племенах, про места поклонения в первом веке нашей эры. Впрочем, они находят, что вследствие величия небожителей богов невозможно не заключить внутри стен, не придать им какие-либо черты сходства с человеческим обликом. И они освящают им дубравые рощи и нарекают их именами богов. И эти святилища отмечены только их благочестие. Ну что ж, на этом все. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч.